Друзья, всем привет! Сегодня у меня участие моего видеоролика не совсем будет со мной. Но вот такие вот замечательные червячки. Вот такие вот красавчики. Я очень довольный. Приехали у нас в Якутию. Теперь у нас Черный Принц есть в Якутии. Человек их сегодня получил. Все доехали живые и здоровые. И вот теперь он будет воспитывать вот такого замечательного червячка под названием Черный Принц. Порфирий Иванович, вам привет! Ну и ставим лайки и приступаем к просмотру. Здравствуйте! Хочу поделиться сегодня хорошей новостью. Наконец-то я получил сегодня долгожданную свою посылку с коконами Черного Принца. Сейчас вот только ее открыл и хочу достать. Посылку я вообще-то заказал Павлу Михайловичу 20-го числа. И вот прямо в этой посылке показана дата, когда ее упаковали. я заказывал тысячу штук Черного Принца. Сам я занимаюсь уже второй год разведением червей. Живу в Якутии, в селе Намсы. Это район где-то на берегу Лены. Недалеко от Икутска, но достаточно далековато от города, да? И от столицы нашей республики. И я вот решил заняться разведением червей, так как мы с женой занимаемся световодством, овощеводством. Жена меня попросила разводить червей, и вот мы готовимся к сезону. Сейчас у нас, сегодня у нас 7 число, 7 мая, и на улице еще холодно, снег только-только растаял. И я вот 17 дней, 18 дней ждал, да, получается, эту посылку. И мы с Павлом Михайловичем очень волновались, дойдут ли коконы, не замерзнут ли, или не вообще там не сварятся ли они от нехватка воздуха. сейчас я открою посылочку, и мы посмотрим. Я вот предварительно ее так посмотрел, сейчас я вам покажу. Так, вскрываю, тут одной рукой неудобно, я первый раз снимаю, так что простите меня, если что, что не так. Это я в своей теплице нахожусь. Вот в такой упаковочке он прислал «Червь, черный принц». Вот так все, надпись есть, тысяча штук. Так, ставим сюда. Упакован очень хорошо. Мы когда созванивались, у нас еще морозы стояли, до 20 градусов доходило, до минус. так что мы рискнули, у нас сезон, сейчас река пройдет и рыболовы начнут покупать. Я до этого, как у меня калиформисты были, их очень плохо берут. Пробовал дандробы, но она такая капризная. У нас многие пробовали и никто не сумел. Вот у меня, конечно, чуть-чуть получалось, потому что я занимаюсь, вот даже вот такую купил кофемол, навоз вот такой вот у меня есть конский, да, я перемалываю аж вот в такую труху и чисто им кормлю, потому что это все у нас полно и валяется кругом. Так, смотрите, вот-вот они червито, живые там ходят, вот-вот-вот они живые, вон-вон они убегают от меня, смотрите, как они как они это хорошо прибыли-то. Так, вон коконы даже вижу еще. Ой, их-то много оказывается, их много дошло-то. я очень надеюсь, что благодаря Павлу Михайловичу Левашову я сумею удовлетворить спрос рыбаков и что-то они все попрятались у меня, о, вон они еще, вот они, вот они, ага, в общем, живых очень много и посылка очень хорошо дошла. Так что не бойтесь, заказывайте тоже. Я вот надеюсь, что спрос рыбаков я исполню и будут у меня хорошие черви для рыбалки и жене хороший гумус будут они производить. Так что советую обращаться к Павлу Михайловичу, он человек слова, как сказал, сам тоже все отслеживал, всю эту посылку, сам тоже волновался и мы очень оба рады, что посылка хорошо дошла. Наши коконы превратились уже в мальков и благополучно дошли до места. На этом все на короткое видео. До свидания, до новых встреч. до . с всем